Опа! Всё, пока-пока! Елки, любую вообще ель едят и лошадки, и пони, и верблюды, и олени. Это очень полезная вещь, и они это кушают вполне себе. Достаточно она им нравится. Там много очень витаминов, микроэлементов. Это как трава летом, только зимой. Если есть транспорт или место, до куда добраться можно, то почему бы нет? Животам помочь, с одной стороны, с другой стороны. Зачем засорять лишний раз те же мусорные контейнеры. И, по большей части, за утилизацию. Люди, на самом деле, очень откликаются на эту активность. Потому что, во-первых, это возвращается всё в оборот, обратно. И то, что это будут кушать животные, мне кажется, это такой человеческий, природоориентированный подход включается. И люди всё-таки душой такие решения принимают. И поэтому, мне кажется, это дальше будет расти. Люди в большинстве своём, которые пришли, которые замещали роль государства, долгое время занимаясь волонтёрскими проектами. Это в этом отношении, да. Они понимают, может быть, мы не специалисты, как правильно писать законы, и как правильно должно работать в этой схеме. Мы учимся только. Но что-то мне подсказывает, что и те, кто сейчас это делает, не такие уж большие специалисты. Муниципальная власть имеет право с 2019 года заниматься экологическим посвящением в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами. А ёлки — это крупногабаритные отходы, походящие в твёрдые коммунальные, и в тариф по оплате вывоза тоже входят. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.